Сделать наш город привлекательным для востребованных специалистов – одна из основных задач, которые ставят перед собой органы муниципальной власти. При этом статус ЗАТО накладывает определенные ограничения. Он тормозит инвестиции, замедляет предпринимательскую активность и не позволяет наращивать доходы. По мнению председателя Думы Сарова Антона Ульянова, изменения в закон ОЗАТО могут дать возможность нарастить собственные доходы города за счет повышенных налоговых отчислений. Новый проект закона ОЗАТО должен все эти моменты содержать. И вот городская дума в 2022 году, на базе думы была создана рабочая группа. Мы дали свои предложения по изменениям закона ОЗАТО. Эти предложения направили в госкорпорацию РУСАТОМ. Госкорпорация РУСАТОМ довела наши предложения до законодателей. То есть сегодня мы понимаем, что нас услышали. На федеральном уровне список законов, которые необходимо изменить в случае принятия нового закона о деятельности местного самоуправления, включили закон ОЗАТО. Как отметил Антон Ульянов, перед руководством города стоит задача убедить общественность в том, чтобы его принять. Также председатель Думы рассказал и об актуальных городских вопросах. Например, уборке мусора. В январе эта проблема встала особенно остро. Региональный оператор в принятии своих решений тоже не всегда самостоятельен. И попросил нас поддержки. Мы сегодня уже направили главе города, чтобы глава, в свою очередь, решение комитета, глава, в свою очередь, обратился на федеральный уровень и попросил выделения средств для закупки региональному оператору новой техники. Для того, чтобы, ну, это техника, которая там небольшими габаритами обладает для проезда во дворах в Сарове. В частности, у нас вот сложности с шириной этих проездов. Еще одна болевая точка – дороги. Как признал Антон Ульянов, они далеки от идеала. Депутаты эту проблему контролируют, пока стоит вопрос о выделении дополнительного финансирования на уборку улиц. Также в поле зрения народных избранников попали и долгостроя. Депутатский контроль есть, причем он на уровне депутатов у нас всех и городских, и там депутат Государственной Думы приезжает, мы тоже, давайте съездим, давайте посмотрим. Потому что, чтобы дополнительно вес этому придавать процессу, вот, общественный контроль, там, если касаться 11-й школы, люди самоорганизовались. Это сообщество сегодня на прямой связи через представителя с главой города. По школе 11, по крайней мере, работа пошла. Наконец зашел подрядчик, который действительно эту работу выполняет. И в новый учебный год, я надеюсь, что школа войдет уже, ну, дети войдут уже, пойдут в новую школу. Также депутаты не оставляют без внимания ремонт двух образовательных организаций – Центра образования и Старого здания 11-й школы. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.